Наверное, еще больше видеть тех, которых мы видели впервые, потому что круг наших друзей расширяется, и мы очень рады видеть тех, кто пришел сегодня к нам в первый раз, и уверены, что это будет непосредственно. Долгопрудненский историк и художественный музей продолжает свой цикл выставочной деятельности. Сегодня необычно. Ну, завсегда ты, кто пришел, сразу же понимаешь, что что-то будет не то, потому что стулья могут и крутить у всех с ног на голову каждый раз, понимаете, да, по-разному. Сегодня что-то будет совсем не то, что-то необычное. Это действительно будет что-то необычное. И предыстория этого необычного сегодняшнего действия очень проста. Поскольку мы люди дружелюбные и дружим практически со всеми организациями в городе, то совсем недавно, пару недель назад, у нас прошел большой семинар с воспитателями дошкольных образовательных учреждений, которые изучали методы музейной педагогики и дополнительного образования в виде творчества. И вот на этом семинаре мы познакомились с замечательным коллективом, который пригласили сегодня участвовать в соленой такой выставке. И эта выставка призвана нас, горожан, многоплодинских горожан и гостей, которые приехали сегодня из других городов из Москвы, нас приблизить к старинному творчеству. Сегодня мы с вами говорим о русском узорном творчестве, от качества. Казалось бы, какое отношение имеет Долготургинский историко-художественный музей к качеству? Наш музей имеет самое прямое отношение ко всему. Все, что уходит истоками в далекую историю, от качества, это древнее ремесло, которое возникло в период Меолита. И все мы изучали с вами историю в советское время, чуть позже, и понимаем, что это ремесло, которое касалось каждого русского человека, каждого россиянина в том числе, потому что считалось делом чести девушке владеть этим ремеслом. И очень часто вот с людьми пожилого такого возраста мы обсуждали, да, прося их что-то принести в музей, ну что-нибудь узорное, что-нибудь качественное, да, что-нибудь вышитое. И всех из вас, вот смотрю на вас, на наших коллег, все говорили, у меня дома есть, дома есть, это ткали наши бабушки, наши мамы. То есть у каждого в семье это произведение искусства, как мы теперь сегодня называем, есть. Так вот, для того, чтобы предметы ткачества не исчезли, есть замечательное учебное заведение в Москве. Это учебное заведение готовит сегодня художников под качеством, дизайнеров. И результаты своего творчества, своей кропотливой курсовой работы, свои работы дипломные, сегодня выставили вот здесь, в нашем зале. Для того, чтобы не просто показать, потому что многие вошли уже фотографировали, как красиво, как здорово, но и немножко дать возможность прикоснуться каждому присутствующему к этому замечательному, теперь уже художественному ревослу. Прикоснуться и не только потрогать, но и увидеть предмет ткачества, увидеть те немногочисленные станки, как девчонки называют, станочки, а для нас это станки, на которых вот такие произведения искусства возникают. Поэтому сегодня мы открываем на целый месяц новую нашу выставку. Выставка, которая посвящена ткачеству. И солирует на нашей сегодня выставке замечательный человек, который является автором многих работ, организатором этих работ. Человек, который долгие годы поработал в системе образования. Это преподаватель высшей категории, член Союза дизайнеров России Светлана Вениаминовна Чуракова. Итак, на нашей сегодняшней музейной площадке ссорирует колледж дизайна и декоративного искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова. Пожалуйста, Светлана Вениаминовна. Поэтому вот к этому ремеслу прикладывались все. Кто-то что-то придумывал новое, возникали новые техники узорного качества. Кто-то развивал какие-то старые техники. И развивая, вкладывая веками, годами, накапливалась какая-то информация. Эта информация, она передавалась из уста в уста, наверное, от мастера к ученику. Как правило, от мамы или от бабушки к внучке. И каждая женщина могла владеть этим узорным качеством, потому что на свадьбу она должна была соткать порядка 40 полотенц, чтобы дарить всех своих родственников. И, соответственно, их, ну, только показывается, что я не такая инстрица, она все это у меня делает. К сожалению, со временем все, с веками, наверное, с годами, немножко все от нас это уходит. И остаются крупицы, кто занимается именно ручным качеством. Потому что сейчас, конечно, есть машины, на которые все это быстро можно соткать. И ткань становится дешевле, понятно, да? Но у нее пропадает ее, наверное, такая духовность, ее энергетика, что-нибудь так, да? И нам все-таки вот в современное время хочется иметь вещь, чтобы она была ручная, сделана собственными руками. Либо собственными руками, либо как-то... Чтобы была вот такая вот энергетика от именно вещей, которые сотканы собственными руками. Теперь, пожалуйста, внимание на экран. Вы развернитесь или стульчиком, или можно немножко выдвинуть, не мешая друг другу. Потому что площадка не зря это сделана. Так, а с желанием я не начинаю комментировать. Ну, здесь вот снят фильм. Это творческий процесс. Это наши мастерские колледжи. Мы смотрим, как... Хорошо. Здесь еще один художник, НИХАП, Назаренко Валентина Петровна. Мы с ней проверим, насколько наши вещи достойны, чтобы вот их воплотить уже в жизнь. То есть сначала мы все рисуем на бумаге, а потом уже ткем на станке. То есть вот перед вами тот металлический станок-рекорд. И вот сидит студентка, и она вот ткет. Вот она собрала кусочек. И мы смотрим, что из этого можно взять для дипломной работы, и что нам правильно стоит. То есть, конечно, этот процесс очень долгий, кропотливый, потому что все это нужно сделать, чтобы все откроется вручную, тоненькими ниточками и, соответственно, разными техниками. Разные технологии мы используем. Здесь вот еще другой товарищ сидит, другая студентка сидит, ткет круглый. Он закладывает ниточку, она уточна. Основа уже другая. Видите, метки натянуты красного цвета. Вот она пробивает, меняет ремейский, поднимается там, открывается зев, и вот проверяет она, вот правильно ли нет, она взяла ее. Погоди, 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 погоди. Пожалуйста, там по-русски, да? Открывает чего-то, поднимает чего-то. Мы ничего этого не знаем. Поэтому нам человеческим языком... Перевод на русский. Значит, чтобы нам соткать с вами какую-то ткань, нам нужна с вами основа. Основа – это протольные ниточки, которые заправляются вот в станок. Вот прибывает уточную нитку, вот опять набирает сейчас пальчиками, ручкой набирает, прокидывает нитку. Чтобы создать рисунок, рисунок у него был сделан сначала на бумаге, на листовом, а дальше мы уже ее воплощаем в материал. Вот он набрал. Поменял опять три миски, видите, поменял, ниточки поменялись. Ну, а здесь уже процесс создания самой вещи идет. Она сейчас опять бральница, вот палочка такая в зерк вставлена, это называется бральница. Она на нее набирает по своему техническому рисунку узор, какой у нее должен быть. Ну, вот это уже как итог, такой немножко сотканный кусочек. Это будущая дипломная работа. Как ковры. Нет, не ковры, это все-таки ткани. Мы, так сказать, мы легкая индустрия. Ковры – это все-таки тяжелая индустрия получается. Мы, принцип немножко другой. У нас горизонтальные тканские сторонки тут. У ковров идет вертикальные тканские сторонки. Мы ткем на горизонтальных тканских сторонках. А если произошла ошибка? Исправляем, распускаем, переделываем. Это процесс такой. Выбирать. А это вот, ребята, еще есть прием такой ткачество на раме, на ткацкой раме. Вот они здесь набирают уже с помощью иголки. Это называется плетение. Но это вот один из видов первой, первой, наверное, для антикачества. Проводим вот мастер-классы для репетишек. Вот они пришли, навевают себе, наматывают ту точную ниточку, наш пуль. Ну вот, и ту точку. Вот, вы посмотрели фильмы. Вопросы пошли сразу. Давайте пока мы заправляем второй кассету, чтобы нам показать теперь технику непосредственно самую, потому что это необходимо как инструмент для понимания того, что здесь мы видим на стенах. Ведь это разные виды, качества. Как это создается? Вы увидите. А чтобы увидеть, надо узнать. Итак, вопрос. Сколько времени требуется на ручник? Сколько времени? Ну, в среднем, ну, где-то около месяца. Ну, это если вы уже, как бы, в инфекте. Здесь, понимаете, по-разному зависит от техники, от технологии, какой вы забрали. Можно запять ручники за два дня. Ну, такое будет, простите. А если же вы хотите такие, чтобы более, да, потому что все здесь показаны в основном дипломные работы. Дипломные работы будут у нас порядка двух с половиной месяцев. Каждый день человек приходит, из пяти, восемь часов работы и отрвет свою вещь. А? Сделает, как раздала. К этому времени сделает. Ну, да, должен. То есть, здесь, конечно, рассчитывается по времени и сформированный человек. Ну, то есть, по силам опять идёт. Потому что мы, конечно, особо большие вещи брать не можем, потому что у нас как бы не позволяет в основном время, скорее всего, не позволяет. Поэтому мы берём те вещи, которые студенты в состоянии соткать за определённое время. сфер, пожалуйста, с учетом, но... Ну, вот здесь презентация, это... как бы, вот то, что перед нами представлено, это уже итог его учёбы. Да? То есть, вот почему он учился, он показывает вот в своей текущей работе. А с чего мы начинаем, вот как раз в этой презентации очень подробно всё описано, как бы рассказано, можно сказать. То есть, вот это вот так выглядит наша текущая мастерская. Станков у нас много, они все разные, они разные по своему строению, по материалу, что есть деревянные, есть металлические станки, есть у нас вот там даже уголочек жаккардовый станок, он у нас 1900 года, или немецкий станок. Вот у нас такой есть. Всякий музей похвастается этим станком, он у нас есть, он у нас в работе. Вот. А в основном, конечно, мы идём на ручных теканских станках, вот они здесь с разных модификацией. Большие, маленькие, будут получаться самостоятельно. Ну и вот начинаем, потому что приходят ребята не владея вообще ничем, не видя неравную станку в жизни, как, в общем, садиться, как-нибудь подойти, это очень сложно, любая. Поэтому, в чём мы с ними с нами очень простые какие-то задания, чтобы было бы на них помятно. То есть, мы с ними отрабатываем, как рассчитать основу, как её обновить, как её заправить в сторону, и потом уже, как соткать какой-то маленький образец. То есть, это всё мы с ними изучаем. Ну, вот здесь вот представлены образцы, которые ткётся на раме. Ну, то есть, вот рамы у нас в конце тоже есть, мы, наверное, не показали. Ну, вот на раме можно сорвать вот какие-то кусочки. То есть, это может быть фрагмент от шарфика, либо салфеточку можно сделать. Ну, и вот дальше у нас техника четырёх принесем от качества. Это традиционная техника для русского от качества. Здесь мы с ними дьём несколько минут халли, ведь они цветные уже теперь, по-красивую, несколько цветов. Вот такие вот салфетки. Ну, это то же самое. Те же салфетки, она относится к другому. Дальше мы с ними делаем полотенчиком. То есть, объясняется, как открыть полотенце. Вот эти полотенца в курсе проще. Вот это мы фактически курсовое задание, поэтому мы даже без эскиза, по холлу, сразу. То есть, по молитву. Вот. Это вот техника ажурного в качестве. Тоже очень интересная техника, потому что она, как правило, расставалась на семье. Это Карелия, Вологодская, Архангельская область. И какие-то приёмы вот нашли, были записаны эти приёмы Ларисе Александровне-Кожевниковой. И вот мы их тоже пробуем, так сказать, изучать и посмотреть, как можно их использовать. Потому что очень красивые вещи могут получиться, используя вот эту технику. Ну, здесь разные представлены. Варианты. Техника закладного в качестве. Это традиционная техника для рязанских, для рязанских костюмов и для вязания. И они вот такие были очень яркие, очень сочные варианты. В основном, это шушпаны. И оформляли подол и рукава. Это вот техника выборного в качестве. То есть, когда литочка цветена не по всей ширине, то какими-то маленькими мисточками выбираются. Ну, здесь представлены какие-то. Вот, вот, можно, птички какие-то сделать. Это вот у нас большие вещи, это столешники, которые лежат, могут и лежат на станке. Тоже вот техника с выбором. Техника выбора. Мне очень нравится. Такая солнечная, яркая. Это север, это Бологда, Архангельск, северная. И пояса, как правило, вот таким вот тем, техникой в этой технике. Техника в равном в качестве, вообще традиционная техника для любого региона, наверное, России. Все зависит только от рисунка. Какой придумаешь рисунок, ты его можешь совкать, вот здесь представлены. Это не копии, еще раз могу повториться. Это работы ребят. То есть это мы не брали. У нас нет задачи повторить традиционное полотенце, у нас задача создать новую вещь. Это все по собственной композиции. Техника при вагном в откачество. Традиционно для Удмуртии. Они такие вот, уже веселенькие. Подушечки, мы тут вы снимали в корею. Ну и все откачество, конечно, начинается, идет от питения, потому что пока до дуни станка в чем-то надо было ходить, одеваться и подвязывать, поэтому все прошло в питении. Дальше вот здесь представлены пояса на дощечках. То есть они могут быть простые, могут быть более сложные, можно с буквами, можно с орнаментом. Здесь у нас на гостепе тоже представлены областей. Ну и вот самый красивый, конечно, областей, в качестве это пояса. И вот здесь немножко представлены дипломные работы. Если вы тут посмотрите, найдете кое-какие работы, которые есть уже здесь у вас в материале, скажем так, ну вот, скатерти, вот здесь все представлены, разные получились. Ну и полонок, который мы тоже с хиромиками тоже делаем. Ну вот, пробовали, такие вот у нас были варианты, здесь полонок, но будет тоже, возможно, какая-то в данном можно делать. Палантины в разных вариантах. Ну и тут уже пошли шапки. И одежная группа. То, что можно сделать вот в технике, в разных техниках, но именно используем в одежде. Как это можно использовать? Вот большое, но теперь, наверное, самое главное. Очень-очень коротко. Светлана Вениаминовна попыталась рассказать о той технике и о том движении к мастерству, которыми обладевают будущие студенты, будущие художники. Вот все, что находится сегодня на стенах нашего музея, это работы. Но когда мы познакомились вот с этими интересными людьми, то больше внимания сразу, конечно, храблили изделия, то есть одежда. И поэтому впервые на площадке нашего музея мы сегодня показываем предметы, одежды и наши замечательные девушки, наши замечательные модели покажут эти предметы одежды вот здесь, в этом зале. И так, дефиле. Но у нас тут не очень удобно, поэтому ножки поставьте, как бы так себя, чтобы девчонки не наступили и было удобно и вам комфортно, и нашим моделям было комфортно. Но поскольку это студенты, поскольку понимаете, что это все любительские, я думаю, что мы доброжелательно встретим каждую и внимательно рассмотрим, какое же художественное мастерство, предмет художественного мастерства нам сегодня представить, что могут сделать человеческие руки, талант и желание быть красивым, и украсить другого. Пожалуйста. Прекоментировать. Это у нас балантин Квартир Депутый. Это балантин для настоярности. Депутат, выводил полагон. Депутат 2014 года молодец. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Аплодисменты 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 Катерина Викторовна, руководитель технических религий на выборные качества сегодняшнего года. Катерина Викторовна, руководитель технических религий на выборные качества сегодняшнего года. Катерина Викторовна, руководитель технических религий на выборные качества сегодняшнего года. Катерина Викторовна, руководитель технических религий на выборные качества сегодняшнего года. Катерина Викторовна, руководитель технических религий на выборные качества сегодняшнего года. Спасибо. Опять Асутова Екатерина, шарф в технике ремизма «Выборное качество». 2008 год. Аплодисменты. 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 автор Мамарова Дарья. Шапка, шапка, зимние каникулы, автор Медруки Халёна, 2008 год. АПЛОДИСМЕНТЫ Автор Карелина Виктория, платье с тканами-вставками, славница. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Двухсторонняя тканая юбка, райская птица, автор Плобикова Татьяна, 2014 год. Мы её увидим ещё раз второй раз, она будет совершенно другая, но впечатлитесь пока этим цветом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Еще раз. Двухсторонняя тканая юбка. Автор Плотникова Татьяна. Другой спирт. Там красная, да, здесь вот синий-зеленая. Одна этажная юбка, она у нас двусторонняя. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна юбка Семенова Татьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Гебрана Губерна из качества 84-й год. Жилет, выполненный на раме, техники, ружного качества на раме. Автор пишет далее. Диплом 2001 года. А, здесь еще толко стопая, карман не пришит. Он в Сотскан сразу же вместе с полочкой. Аплодисменты. 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 Это не смогли. Я бы не говорила, но я бы сейчас еще раз смотрю. Попробуй покажу. Даша, смотри, и ты можешь снять. Не хочешь снять? Снять не хочешь? Наш эксперимент в этом году. Попробовали джинскую одежду с тканными вставками. Ну вот, в данном случае, с трафаном с тканными вставками. Вставками автора, господинского комбината, в 2017 году, в техниках заводной вкачки. Ну вот, как эксперимент в этом году и получился. АПЛОДИСМЕНТЫ Это моя дипломная работа. Я с этим диплом еще раз выслушу и задумываю. Выпишите, пожалуйста, делайте правильную. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Они просто не успевают, потому что надо переодеться же, все снять и потом же все надеть. Жилет, сотканный на раме. Еще один. Вот у нас такой образец есть. С техникой выбора. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна бабка. АПЛОДИСМЕНТЫ 2012 год. Техникуручную качество. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наш эксперимент 2017 года — это рюкзак с тканными вставками в технике выбранного переместного качества. Спасибо. Депломент 2017 года — автор Белогорова Татьяна, платье «Цветущая сирень», техника ремизма и выбранное качество. Еще депломент 2017 года — двусторонняя юбка, автор Сапронова Полина. Юбка называется «Самоцветы в технике». АПЛОДИСМЕНТЫ Она у нас тоже двусторонняя. Сейчас мы шумеет еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Платье с тканами и вставками в технике драмы от качества. Автор Хорнеева Алла. Вот вы его видели на фильме. АПЛОДИСМЕНТЫ Шапка Шапку, автор Безруки Харена, диплом 2008 года в технике выбранного от качества. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Платье называется «Синяя птица». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, да, вот у нас и последняя, по главному кончу. В технике, направлении качества автора Осипова. Виктория, в технике, визуке, 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 визуке. Виктория, визуке. Виктория, визуке, визуке, визуке. Виктория, визуке, 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 визуке. Визуке, 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 визуке. Визуке, 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 визуке. Визуке, 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 визуке. Визуке, 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 визуке. Ну, кроме того, что скажу, не обижайтесь, Ксения, наша жительница, живет в нашем доме. У меня же есть истоки, да? Ксения, для тебя. Огромное вам спасибо. Вы замечательные. Я думаю, что это ваш не первый подиум. Ну, что-то у нас такой, ну, вы же слышали, как вы аплодировали, особенно там на коленке люди, которые очень хорошо аплодировали, понимая, вообще, вкус и что это. Так что-то хотите получить, да? Ну, мы видели с вами все постороннюю ткацкую юбку, да, вот райская птица. Я, как правило, все дипломные работы стараюсь выводить все-таки на выставки, на конкурсы, показывать наши изделия, что мы можем делать. И что мы развиваем наши откачества. И вот в данном случае Талина юбка была на конкурсе, и она завоевала, ей присудили лауреатство второй степени, награждает сплотникова Татьяна, в лиминации декоративно-преплотного искусства за двухстороннюю юбку «Райская птица». Ну, и руководители. Спасибо огромное. У вас какие-то, товарищи зрители, есть вопросы к руководителю, к нашим моделям? Пожелали. Вы учились мастерству показа? Нет. Вы учились тогда особенное благодарность. Великолепно проходили, и вы были потрясающе красивы. Спасибо. Почти профессионально, правда? Почти профессионально. А мальчики лучше у вас? Мальчики лучше у вас? Мальчики лучше. Одного вы видели. Мальчики лучше. Мальчики, стромные, как правило. Конечно. Так, еще вопросы есть? Я просто к чему вас пытаюсь, потому что на следующую часть. Сейчас... Так, девчонки, есть вопросы еще? Нет, давайте еще один. Спасибо. Я думаю, что он удался. Симпатичные девочки, прекрасные модели. Значит, мы хотим поступить следующим нашим этапом. Так. Значит, Светлана Вениаминовна сейчас, я думаю, очень кратко даст нам такой вот прям стоя здесь экскурс по тем предметам, которые находятся у нас в зале, потому что те, кому любопытно, кому интересно, трогать только не надо понимать по каким причинам, да, кто-то хочет пофотографировать. Все это можно, но вот там, где стоит большее количество людей, скопление некой техники, там будут проходить мастер-классы. То есть наши специалисты, специалисты строготовки, как мы их зовем, да, будут показывать, давать нам уроки мастерства. Поэтому кому это интересно, зал практически разделится на две части. Большая часть здесь, кому любопытно посмотреть все красивое, а кому надо, а я вижу тех людей в зале, кому это надо быстренько посмотреть, спросить, еще садим попробовать. Здесь представлены и дипломы, и мои работы, это полотенца в различных техниках узорного ткачества. Вот полотенце, да, вот доля красного полотенца. Дальше у нас висят, это накидки на кресло, они перемешиваются через столешники, то есть более светлые столешники, более темные и из плотной шерсти пряжи сделаны, это у нас накидки на кресло, то есть понимаете, да, они должны лежать на кресло. Там все написано, вы знаете, это просто мы так, чтобы общее представление. Дальше там вот одно панно, дальше ажурную технику мы положили, как бы вывесили специально отдельно, потому что она белая, да, эта техника очень хороша, что ли, хороша на просвет, и она вот как бы плохо вписывается, потому что она белая, но тут по-другому никак не сделать. Там еще вот есть катерти, там еще в витрине, в витрине лежат образцы, подаренные мне, это традиционное народное качество разных областей. То есть кто-то не давил, где-то не давал, и было, что это будет представлен в момент-маленьких образцов, потому что ребята, конечно, надо учить на хороших образцах. Столы накрыты, это скатерти, дополненные работы в различных техниках. Значит, тут техника ажура, и там техники сравнивали по-другому качеству. Причем, если я по секрету сказать, то вот это скатчик, который нужен в дедушке. То есть у нас сразу проходят конкурсы «Молодые дарования», и вот эта скатерти взяла в 2015 году первое место за «Молодые дарования». Ей дарили девочка, получила 60 тысяч. Так что на что-то можем. Но ничего не продается, сразу предупреждает. На прямой стене, ну вот мы повесили таким вот образом скатерти, и у нас панол солнечной темы, тоже в различных техниках. Ну и там стоит наше оборудование, которое может быть абсолютно разным. Там представлен станок, который напыльный деревянный станок, и станок, который настольный. Он тоже пыльный станок, потому что на них можно из всех работать. И на столе там лежат приспособления, тоже как и относящие к кацкому делу. Там есть рама с гвоздиками, там есть и дощечки, там есть бёрдышка. И вот этот слой можно показать, как на них можно работать на этих инструментах. Это инструменты к кацки. И вот такие вот мытки у квартиры. Там же есть катерти опять в разных техниках, на столах постельные. В витринах мы хотели показать, что качество, конечно, оно очень большое и охватить его невозможно. Вот первое витрин, первая полка – это всё, что можно сделать руками без каких-либо приспособлений. Это всё плетётся только на пальчиках. То есть всё, что можно сделать пальчиками. Там внизу, по-моему, лежит всё изделие, которое сотканное на раме, то есть можно сказать, сплетённое на раме. Это шарфики, салфеточки, ну там разных размеров. А внизу лежит качество. Оно именно узорное, потому что там сотканно на нескольких ремесленных, на 4-5 ремесленных, так сказать, артифы. Это у нас детское панно с кармашками, такое вот панно саши, что ли. Это вот у нас здесь оказалась детская такая тематика. Мы делали, ну, мы две детей, ну, какие-то варианты. Ну, вот в данном случае здесь панно, вот, запах, так называется. Говорите, говорите. Ну, я говорю. Просто я одно время, ну, я понятно, что мы учились все в советское время, мы должны были работать на производстве. Я училище закончила, в котором преподаю, я закончила в 86-м году. И 8 лет я работала художником по ручному ткачеству на Шахунской художественной фабрике. Поэтому оттуда мои корни, я с ними связана, я с ними постоянно общаюсь, я там бываю. И это по моему заказу, вот, у нас был фестиваль ручного ткачества, и надо было сделать какой-то костюм. Ну, я себя очень плохо представляю, конечно, в народном костюме, но я вот сделала, попросила сделать такой. Ну, вот, спасибо. Отвечаю. Спасибо. Отвечаю. Как, дорогие друзья, если нет, пожалуйста, Игорь. Вопрос. Станки, кажется, они ручной работают, да? Конечно. Деревянные. Да, да. А кто, вы заказываете или это... Если... Сейчас скажу. Если говорить про училище, то вы видели наш парк станков. Училище просто было создано в 20-х годах прошлого столетия. Все, что осталось. И вот то, что есть, я и храню. Сейчас никто не делает, да? Почему нет? Если вы сейчас посмотрите в интернете, очень много делают, но к таким новоделам я отношусь очень скептически, потому что пока его не попробуешь в деле, ты не поймешь, какой станок. В деле его какой-то? Там и сосна есть, да, и сосна, и, по-моему, бук немножко делают. Вот стоят попробуешь. Ну, вот там можно попробовать, они надежные. Вот те нас выдерживают. У вас есть возможность, Игорь, попробовать на тех станках. Итак, дорогие друзья, если общих таких вопросов нет, то сейчас мы быстро собираем стулья, вы в свободном плавании можете смотреть, ну а группа заинтересованных людей вот собирается вот во второй части зала, и сейчас нам Светлана Вениамина может показать. Да, спросите. Или это пастерской комнаты, да? Да. Это пастерская комната, да? Это пастерская комната, да? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok